Здравствуйте, друзья! Начинаем сегодняшний вебинар по пятницам с Андреем Дуйко. Сегодня вы сможете задать свои вопросы, посвященные вашей жизни. Может быть, я буду тем человеком, который сможет вам быть полезным и подсказать, какими путями достигать своего персонального счастья. Итак, сегодняшние вопросы я вижу в своей группе трансляции, которые называются Дуйко Гуру, на моем сайте, вернее, Дуйко Гуру вебинары. Здесь вы сейчас задаете вопросы, а я быстренько посмотрю, видно меня, слышно, и начнем. Так, пока не видно, я понял. Сейчас. Ага, сейчас вот видно, супер. Включаю звук. Понял? Сейчас. Ага, чуть-чуть нужно выше поставить, секунду. Вот так лучше. Марина Б. Андрей Андреевич, добрый день. Ваши советы мне помогают. Спасибо. Хочу начать заниматься бизнесом в сфере недвижимости, помогать продавать квартиры, например. Пока только обучаюсь бизнесу и работаю в найме. Выбираю для себя направление бизнеса. Спасибо за ваш совет. Я немножко не понял, что же вы хотите от меня. Вы так вопрос и не задали. Получится ли у вас? Я понял. Получится, конечно. Если человека обучают и человек учится, то в дальнейшем, если он хорошо обучается, у него все получается. Все в порядке. Можете заниматься. Сразу же денег больших не ждите. Будет все получаться медленно, не быстро, но сможете. Вы по правильному пути идете, все будет получаться. Венера Склярова. Скажите, можно ли для дочери оплатить обряды садханы? Да. Елена Мстечек, добрый вечер. Здравствуйте. Подскажите, в одном из СНГ я вы дали код на продажи с интернет-магазина. При его чтении нужно называть название своего магазина или нет? Нет, не нужно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Разрешите вопрос. Когда смогу выбраться из моей глубокой ямы? Спасибо большое. Для этого вопроса необходимо четко понимать, что же такое для нас является наша жизнь. Условно... Сейчас я вам что-то поставлю. Вот такая штука есть. Дети рисуют. Условно можно сказать, что наша жизнь... Это вот большой... Я сейчас на бумажке... Вот так. На бумажечке нарисую. Условно можно сказать, что наша жизнь... Это большой вот такой круг. Сейчас я его нарисую. Вот на книжечке. Что находится в этом... Вот это все, это наша жизнь. Здесь рождение, здесь смерть. Это все наша жизнь. Похоже на шар. Конечно, похоже на шар. Скажите, из чего состоит наша жизнь? Наша жизнь состоит из событий. Правильно? Событий. Чувств. Ну и два компонента. Радость и страдания. Радость и страдания. Здесь можно написать, что знания. Вся наша жизнь связана с тем, насколько мы можем подниматься по ступенькам жизни. То есть, чем быстрее человек поднимается вверх, тем легче его судьба. Чем судьба отягощается? Судьба всегда отягощается и всегда человек в яму скатывается в тот момент, когда у него вот эти компоненты негативные. Это негативные знания, негативные картинки, негативные чувства, когда он сам себя загоняет. То есть, когда человек не отдыхает, постоянно ищет какой-нибудь неприятности, не может находить неприятности, не может жить, как я это называю, в позитивном сегменте. То есть, он пытается, но не хочет ничего делать для того, чтобы это все у него изменялось. Что нужно сделать? Очень есть простой метод. Это метод, который называется «найди в себе хорошие чувства». Какие хорошие чувства? Не придираться, не злиться, не обижаться, не нервничать, не беситься. Второе. Начните обращать внимание. Ну вот, допустим, там человек плохой, вы долго переживаете, оно вам надо? Ведь живите ради того, что я называю жизнь. Жизнь. Легкая жизнь – это воздушные, прекрасные, хорошие чувства. Они поднимают вас энергетически, и вы выходите из ямы. Когда человек в яме, он постоянно находит что-то плохое. Вот еще это не так, еще это, и почему он такой, почему я не такая, почему это плохо, почему это. И там, а вот так случится, вот так, а вот еще информацию нашла и так далее. То есть, раз смотрите свою жизнь, если вы катитесь, то у вас нет хороших чувств, вам их необходимо найти. Чем больше будет, тем человек становится духовнее, дух в нем появляется, это дух прекрасного. Он наполняет нашу жизнь. Так человек, говорят, у человека каменное сердце, он сердитый, вредный, там все плохо, рядом с ним я страдаю. Это все отягощает вашу душу, вы скатываетесь, и после этого вам нужно что-то, что вас будет воодушевлять. То есть, вам необходимо из ямы выбираться вот такими моментами, о которых я рассказывал на первой ступени. Вдохновляйтесь, удивляйтесь, произносите слова «мне нравится то, да мне нравится это». Это очень изменит в вашем случае вашу жизнь. А так, глубокая яма есть следствие начала. В случае, если у человека много хороших чувств, если он хотя бы находит это, что-нибудь в себе. Как это вообще необходимо начинать все? Необходимо спать, необходимо не искать информацию какую-либо, которая может негативно воздействовать. Необходимо, может быть, отдохнуть, умыться, погулять, найти кого-то, кого вы любите, собачку, может ребеночка, с кем-нибудь покоммуницировать, так, чтобы было приятно. Ну что, получилось? Видно там все? Лилия Капривник. Здрасте, помогите с выбором. В каком направлении развиваться для заработка денег? Работаю поваром, с каждым годом все тяжелее, не молодая ужа. Беспокоюсь за свое здоровье, хоть и поддерживаю его вашим препаратом, все равно хочу облегчить себе работу перед пенсией. Спасибо за препарат ЭФ. Вы сами себе ответили на сам же с вами поставленный вопрос. Когда человек работает на кого-то, то он не работает на себя. Именно поэтому вы должны ориентироваться на то, что если вы хотите в дальнейшем быть тем человеком, который пассивно зарабатывает деньги, то уже нужно ориентироваться на то, чтобы люди работали на вас. То есть каким образом я бы делал, придумал продукт питания, там пицца какая-нибудь, заморозил эти пиццы или пельмени, нанял бы людей, они бы сделали пельмени, я бы их заморозил, развез бы по магазинам, получил бы свои деньги. Там нанял бы человека, который грузил мешки, который бы потом вместо меня этим всем занимался. Это и называется быть предпринимателем. Если вы хорошо занимаетесь тем, что умеете что-то готовить, и вы хороший повар, придумайте, как вы можете, как организатор, все это организовать. Неужели приятно постоянно кому-то что-то делать? Иначе, других вариантов никаких. Почему? Вы сами отвечаете на свой вопрос. В каком направлении развиваться? В каком развиваться, если вы всю жизнь занимаетесь тем, что вы хорошо готовите? Вам просто не нужно готовить, вы уже это научились делать. Вам нужно заставить кого-то, чтобы готовили вам и для вас работали. Ну вот как-то так. Дочь с жатем живут в Москве, говорят, что ничего у них не ладится, сама тянет на себя все. Подумывает о разводе, поставила нас в известность, думает вернуться домой в Украину. Неужели их семья не сохранится? Сохранится, все будет хорошо. Не нужно обвинять девочку, все хорошо. В чем проблема мужчин и женщин? Почему мужчины или почему женщины? Почему вообще скандалы появляются? Очень часто, когда человеку необходимо многое, Бог его проверяет на вшивость. И когда человек говорит, допустим, в семье есть женщина, которая мечтает. Мечтает, чтобы у нее была квартира, допустим. При этом появляется скандал. Вот если этот скандал все перенесли очень ровно, то тогда квартира появится. Почему так происходит? Дело в том, что очень часто люди не понимают, что топливом для того, чтобы мечты сбывались, является чувство. Неважно, какие они, негативные или позитивные. Почему? Чувство есть энергия, энергия есть сила. Все равно, какая сила. Эта сила проходит через человека. То есть человек говорит, я хочу, чтобы так подуло на меня ветром в мои паруса или в лодку моей жизни, чтобы она пришла или к моей цели, которая является квартира, туда пришло. А ветер – это является чувство. Поэтому, когда человек говорит, ой, я так хочу, чтобы у меня была квартира, готовьтесь к скандалам. Если вы скандалите, орете, но при этом очень быстро помирились, то есть не разрывая друг друга, а помирились, то чувства, которые были созданы, они ваши паруса, как воздухом наполнят эти паруса. И ваши мечты исполнятся. Ну вот, оно так работает. Чувство в этом случае является как раз тем топливом, который создает для вас возможности исполнения ваших самых интересных и нужных желаний. Итак, я ищу сейчас YouTube-трансляцию. Где тут оно у меня? Где тут оно у меня? Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, народ Кала. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Андрей. Смогу ли я в дальнейшем зарабатывать на профессии психолога? Да. Вы сейчас учитесь супер. Профессия психолога – это неплохая профессия. Здравствуйте. Видно и слышно. Супер. Андрей Андреевич, что значит сон, в котором вы на меня ругаетесь, ваши ученицы? Ничего не значит. Увидеть меня во время сна – это не значит увидеть конкретно меня. Это увидеть мысли в форме. Я во время сна, если и появляюсь, то появляюсь в другом образе. Найти меня как дуйко, типично для моей внешности, которую вы привыкли видеть, и найти меня в астральном мире невозможно. Я гримируюсь. Для чего я это делаю? Я работаю с энергиями, работаю очень активно и плотно с людьми, которые заказывают у меня влияние или заказывают у меня работу, и поэтому одним из принципов моих является аккуратная работа с людьми, с собой, тем более с астральной энергией. Повлиять конкретно на меня через астральную энергию или как-либо просмотреть меня невозможно, потому что обычно я это делаю через призму духовного имени. Какое духовное имя у меня, я людям не говорю, кто такой я на астральном плане тоже не говорю и так далее и тому подобное. Найти это как открыть код, который фактически никто не знает. На прямой эфир с вами. Ольга Васильева, скажите, я смогу обойтись без медицинской помощи, сейчас проблемно обратиться к врачу? Не сможете, вам нужно искать возможности обратиться к врачу. Виктория Пилипенко. Здравствуйте, пожалуйста, можно вымаливать самого себя? Конечно, я об этом говорю все время. Можно, сложили ручки, ты мой зайчик, ты моя ласточка, ты моя хорошая и начинайте вот так вымаливать. Во время вымаливания вы можете обращаться, не обязательно обращаться к просто себе. Вы можете обращаться или вымаливать себя у Бога, то есть вы можете вымаливать себя у того Бога, в которого вы верите. Если вы кришнаит, то можете там у Кришны, если вы вишнаит, то у Вишну, а если вы христианин у Христа, если вы католический христианин у Папы Римского, или у Петра, или у кого-либо еще. Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите мне, пожалуйста. Два года назад начались приступы эпилепсии, мне 50 лет, ничего не помогает. Что это, наказание? Нет, это не наказание. В этом всем виновата аскерманция. Это такая бактерия, которая вырабатывается кишечником. В случае, если аскерманцию восстановить, то у человека исчезают приступы эпилептические. Это есть уже такая идея, она доказательная. В случае, если у человека эпилепсия, то есть показатели очень часто повышающегося аммиака в крови. В случае, если аммиак в крови появляется, то это связано с тем, что какие-то белки распадаются или не выводится аммиак. И путем уменьшения аммиака можно привести человека к тому, чтобы эпилепсия не появлялась. Это устранить лактозу, убрать молочные продукты, принимать препарат Гипакс. Это применять препарат Лизоцин для того, чтобы формировалась аскерманция. Лизоцин в скором времени можно будет покупать уже в больших бутылочках. Недорого. В нашей компании мы научились делать его высокой концентрации. Я считаю, препаратом Лизоцин можно лечить и онкологические новообразования. Как показал опыт, великолепный препарат при вирусных заболеваниях. Дома обязательно его необходимо держать. Почему? Если конъюнктивит или блефорит смаза в век, а все исчезает за 1-2 минуты. Устраняет герпес, устраняет герпес на губах, устраняет воспаление. В случае, если отравился, устраняет отравление. При панкреатите за 1-2-5 минут устраняет острый приступ. Убирает изо рта плохой запах, из-за гастродуаденида. Устраняет заболевания язвенной, колит и так далее. Великолепное просто чудо. Добрый вечер, моя дочка, вдова, чего выйдет замуж? Замуж выйдет. Доброго дня, Андрей Андреевич. Когда я увижусь с мужем, и что нужно читать, чтобы он был жив и здоров? Он в Николаеве. У дочери мало грудного молока. Чем можно помочь? Спасибо. Если мало грудного молока, необходимо заваривать рыльца кукурузы. Берется 1 столовая ложка рыльц, заливается кипятком. После этого пьется. Есть еще второй вариант. Берется лист будяка или амаранта. И вот этот лист высушивается в духовке. Тоже перемалывается, заваривается. 1 столовая ложка на стакан воды кипятка. И тоже пьется. Посмотрите, травы, мята, насколько я помню, тоже может активно помогать. Посмотрите, что позаваривать и 100% поможете. Когда увидитесь с мужем, скорее всего до ноября уже увидитесь. Не переживайте. У него будет хорошо, вы с ним встретитесь. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, я сделаю эндопротезирование в октябре этого года. Что ожидает в ближайшие месяцы? Почему вы решили, что мне нужно отвечать на эти вопросы? Ну, вы даете. После выздоровления от тяжелой болезни я начала новую жизнь. Может ли смена места жительства помочь восстановить достаток, бизнес и любовь? Как правило, это зависит от наших чувств. Как я сегодня уже говорил. Есть чувства хорошие. Где бы вы ни жили, будет везде хорошо. Что это такое? Это радость в душе, друзья мои. Все равно, где ты живешь. Если радости душевной нет, то везде будет плохо. Нужно не место жительства искать. Начните с поиска радости душевной. Радость душевная помогает. Так человек, в случае, если он живет и начинает ощущать радость душевную, то он может столкнуться с элементами. Первый. Первый элемент. Не ощущаю радости душевной. Почему? Ничего не ощущаю. Я знаю почему. Дело в том, что вы, скорее всего, имеете долг. Что это за долг? Этот долг называется кармический. То есть вы кому-то сделали плохо. Может, забыли. Кого-то обманули. Может, кто-то на вас обижался. Может, даже оговорили вас. Может, там все что угодно быть. В христианстве это называется покаяться. То есть, когда человек живет, то он не кается ни в чем. Что нужно делать? Если вы не ощущаете радости душевной, кайтесь. Говорите, ох-ох-ох, прожила жизнь, непонятно как. Каюсь в этом. Если обидела кого в своей жизни, пусть меня простят. И после этого, если это не помогает и радость душевная не появляется, нужны стенания или пост. Попаститесь один раз в неделю. Можете заниматься еще спортивными упражнениями, поприседать или еще что-то сделать и сказать себе, я вот так страдаю, потому что решила отдать долг свой в своей жизни для того, чтобы обрести в дальнейшем сердечную радость. Почему человек не может обрести сердечную радость, если он имеет очень большое отягощенное зло, которое он нанес другим людям? Или себе. Очень часто это может быть связано с воспоминаниями плохими. Знаете, даже к людям, которые умерли. Послушайте, наша жизнь так устроена, что что бы ни произошло, это все произошло ранее. И сейчас это новый лист бумаги. Как бы вы не переворачивали книгу, она все время будет только в настоящем моменте. То есть это страница настоящего. Как бы вы не ковырялись в прошлом, оно вам ничего не даст хорошего. Но плохим может вас очень наполнить. Поэтому не ковыряйтесь в прошлом, не вспоминайте в прошлом. Если кого-то обидели, рукой махните, покайтесь. Скажите, ну его, ничего страшного. Пусть простит меня. Если вам что-то сделать, скажите, на все воля Божья, значит такая была судьба. Вот начинайте каждый день как с чистого листа. Это очень изменит вашу судьбу. Это такой хороший совет. Не получается, занимайтесь стинаниями. Пусть стинания в виде физических упражнений, можно там для себя придумать, там стояние на гвоздях. Я предпочитаю массаж. Я прошу массажиста, чтобы он пришел и сделал мне очень болезненный массаж. То есть там для мышц хорошо, знаете, чтобы поглубже и там побольнее. Знаете, в этот момент я говорю, эх, рассчитываю за все свои плохие дела. Пусть будет вот таким образом идти расчет. Ну и занимаюсь спортом. Выбираю там 3 или 4 дня в неделю и начинаю бежать, начинаю приседать, начинаю поднимать тяжести какие-то до седьмого пота. При этом, когда я это делаю, обычно говорю, я это делаю, посвящаю все радости душевной. Пусть она в моей жизни будет. Будет радость душевная, будет жизнь прекрасная. Так мир устроен. Если нет радости душевной, все равно, где вы будете жить, везде будет плохо. Ну и на последнее место можно поставить влияние астрологическое. Очень часто на человека влияют астрологические принципы. То есть влияние там Кету, Мару, влияние Урана или планеты Марс или там чего-либо еще деструктивно. Расположение вашего домика не в ту сторону может привести к тому, что в жизни будет не совсем хорошо. Ну и как это изменить? Обычно такие влияния проявляются с того, что у человека начинаются отеки. Он теряет концентрацию, теряет память. Неприятности начинают появляться. Внезапно не было-не было давления и начало подниматься. Чрезвычайная сонливость или наоборот чрезвычайное беспокойство. Это все может быть влияние вот таких деструктивных планет. Как это все можно преодолеть? Необходимо на левую руку или на правую руку на мизинец одеть железные кольца. Второй вариант. Если нет денег и вам их никто не дает, оденьте на правую руку, если долг у вас есть, оденьте на правую руку железный браслет. Если не получается зарабатывать, не получается продавать, на левую руку железный браслет или железные часы, как я вот. У меня один железный. А скрывает ли смерть Елизаветы или она все еще жива? Ведь часто поступают, официально объявить могут через месяц после смерти. Елизавета умерла. О том, что Елизавета умрет, было мной предсказано в начале этого года. Кто был на моем семинаре, где я предсказал смерть трех человек? Это сына Баруха, это смерть Жириновского и смерть Елизаветы. Я даже намек дал, я сказал, что один в России умрет, один в Америке, один в Англии. Самые первые люди. Было это? Давайте поставим плюсики, кто это помнит. Меня обманули на большую сумму денег. Скажите, получится ли вернуть их? Есть тайна эзотеристская. Смотрите, у меня есть вот такой шарик. Он черный. Он сделан из агата. Если его разбить, то в середине он тоже черный. То есть это не черное стекло, оно не прозрачно. Обычно я делаю так. Я беру черный шарик и говорю, пусть представляю лицо человека, который мне должен, вот там в этом шарике. И произношу. Вот видите, плюсики начали ставить. И произношу. Пусть тот человек, который мне должен, сидит в этом шарике до того момента, пока не отдаст мне полностью деньги. Могу еще написать имя его на бумажечке и положить этот шарик вот так вот на... Есть второй вариант. Взять, допустим, бусину черного цвета. Он еще лучше. Допустим, очень хорошо из шунгита. Взять бусину черного цвета, представить в этой бусине человека сидящего и сказать, будешь сидеть в этой бусине, пока мне полностью не отдашь все деньги. И потом эту бусину необходимо на ниточку одеть, на шею и носить. После этого отдаст, можете не сомневаться. Как только появится, сразу же отдаст. Кстати, несколько слов о бусах тоже скажу. Вот, смотрите, как много людей поставили плюсы. Вот, смотрите, и здесь есть в Ютубе люди, которые поставили плюсы. Да, я помню это. Да, видите, многие запомнили. Вот так. Скажите, бывшая супруга постоянно манипулирует и не дает мне детей общаться. Когда это уже закончится, она перестанет это делать. До того момента, пока есть человек, который это воспринимает. Вообще, для чего она это делает? Я вам скажу, вы будете удивлены. Она вновь хочет, чтобы вы с ней жили. Да, правда. Именно поэтому она манипулирует. То есть женщина, если делает что-то плохое, она хочет это сделать для того, чтобы объединить отношения. В случае, если вы не идете на это, вы не собираетесь, я так предполагаю, идти, то тогда вы должны быть готовы к этим манипуляциям. По поводу детей, вы просто в тот момент, когда вы станете богатым, а это произойдет где-то через 6-7 лет, у вас получится бизнес, вы сможете состояться, будете богатым человеком, то в тот момент она будет сама искать возможность вам детей отдать. Вообще, не заморачивайтесь, отпустите, все будет хорошо. Прошла курс обучения по фрилансу. Подскажите, будут у меня результаты? Нет. Sorry, извините, мне бы хотелось сказать другое. Я даже знаю, почему не будет, но я, к сожалению, не могу это сказать, вы обидитесь. Я очень сильно люблю человеку, но он под меня отдаляется. Может быть, есть какой-то мантры, чтобы сблизить его. Спасибо за ответ. Почему мужчины отдаляются от женщин? На первое место нужно поставить запах. Очень часто от женщины идет плохой запах. Нет, не подмышки, а изо рта. Многие женщины худеют. Вообще, я как мужчина молодой в свое время столкнулся с тем, что очень красивые, молодые, худые женщины нереально пахли. Да, мужики все вонючие, но мужикам положено, знаете. Но вот были такие девушки, с которыми не хотелось второй раз встречаться. Дело в том, что от них постоянно шел запах. Почему? Гастритчицы, потому что вечно худеют и вечный гастрит. Дело в том, что женщина сама почувствовать такой гастрит не может. А в большинстве своем именно женщины, которые такие активные, красивые, поддерживают себя, они еще и психованы, нервные, ну из-за того, что сексуальная нестабильность и так далее. И вот у них появляются эти гастриты. Мужчина, для него это огромная проблема. То есть вот я хотел идти встречаться, хотел там, но как подумаешь о том, как от него пахнет, идти уже не хотелось. Почему? А такая вот особенность. Не связано, ни зубами как бы не чистили, все равно воняет и все. Вот есть много мужчин, которые не хотят жить с женщиной, потому что от них пахнет нехорошо. У меня огромный опыт приема людей, когда я принимал людей у себя в офисе нашей Тароставели, я могу сказать, что очень много людей, у которых изо рта пахнет прямо ужасом, из преисподней, прямо ужасом. Это особенно сильно в ночное время. Как убрать? Это гастроденид, дуоденит, это харп может быть, это может быть язвенное, начало язвенного заболевания. Как убрать? Лизоцима, о котором я сегодня говорил, уберет. Прямо 100% убирает. Каждый день одна чайная ложка на стакан воды два-три раза в день никаких запахов не будет. Если попить месяц, то можно вылечить самые тяжелые, затяжные вот эти проблемы. А вообще могу сказать, что это было одно из, вот вообще, конечно, это очень неприятно слышать, но очень часто именно это является основной проблемой. Поэтому попросите какого-нибудь близкого, маму там, кто вот вас не обманет, придите и подышите. Скажите, от меня плохо пахнет или хорошо? Вот скажи честно, особенно в ночное время, вот после 11 вечера, перед сном, подойдите и подышите на близкого. Пусть он вам скажет, особенно мама, она же не обманет. Знаю девушку, у которой пахло изо рта, а мужики толпами за ней ходили. Такое тоже может быть. Может быть красивое, а потом жить не хотят, знаете. Потом, знаете, с такой женщиной жить не хотят. Да, пахло, да, красивое, да, там, целовались, а потом не хотят с ней жить. Вот на этом все заканчивается. А потом обращаются ко мне такие женщины. Молодая, красивая, что со мной жить никто не хочет. Ну, это неприятно. Неприятно, да вообще никто об этом говорить не должен. Я вообще... Есть ли какой-нибудь метод такой, который поможет вам объединить этого человека с собой? Да, эти методы есть. Я их описал в своем семинаре, который называется «Эзотерические методы очарования партнера». Возьмите, купите семинар мой. Этот семинар называется «Эзотерические методы очарования партнера». Или купите семинар, называется быстрое замужество часть 2 вот я обещаю что те люди которые будут использовать мои методы из быстрого замужества часть 2 100 процентов течение одного года по выходят замуж и женятся прям 100 процентов гарантию дают если вы делаете этого не происходит пишите мне возвращаю деньги можно ли можно ли как-то влиять на человека можно представляете этого человека и говорите куда не посмотришь везде иванку увидишь какую еду не будешь есть все что рот не попадет везде иванку увидишь деньги с тобой рассчитываться будет иванку будешь идти сюда иванку это называется привязки но для этого надо большое количество психической энергии и это уже называется техниками приворота знаете пусть человек имеет выбор здравствуйте не могу ходить после операции помогите что у меня со спиной как вылечить спину зеленую нитку нашу два дня в неделю в четверг голодайте целый день на воде не ешьте до самой ночи а утром в пятницу самого утра купайтесь под холодной водой спину вылечить их пробую себя в недвижимости второй день маленький совет если возможно от вас чтобы лучше быть в сфере недвижимости спасибо большое вы вам апельсин солнечного кипра где апельсин вот вы мне прислали картинку скажите я ваш апельсин я с ним что должен сделать вы издеваетесь вот вам совет только я его вам передам телепатически получаете вам понравилось вам понравился мой совет он телепатически вам понравился никогда не делайте так с людьми говорю вам серьезно хотите что-то человеку подарить это не должна быть картинка или апельсин люди очень часто делают такие глупости это оскорбляет это нехорошо это неправильно но тем не менее я не такой как вы человек конечно же телепатически ничего вам там не передаю потому что вы не поймете а я и не умею ну и что можно сделать для того чтобы продавать хорошо конечно совет такой есть он эзотерический когда приходите то походите по квартире и про себя поудивляйтесь и ой вот это красиво и вот это и пол такой красивый и вот это красивое когда осматриваете квартиру потом когда придут покупатели там где вы поставите триггеры вашего восхищения им это будет нравиться это одна из тайн когда человек допустим вот как я продаю я допустим прихожу если мне нужно там сдать помещение ли что-то сделать я представляю и много есть методов один из методов мне любимый я представляю будто это помещение это маленький домик или маленькая машинка сажусь и мысленно начинает и машинка играться и целую и и глажу прижимаю вот так вот груди ну это все мысленное делу это силой мысли после этого когда люди туда приходят и хотят снять помещение или купить его у меня они хотят это сделать почему так происходит когда человек заходит помещение то что он хочет он нужно ему дать эмоцию или нужно дать ему такую систему влияния при которой ему будет хотеться его будет вдохновлять и самое важное ему будет нравиться поэтому мы ментально на мысли образе с открытыми глазами после мы же днем собираемся это делать обводим помещение как я обучаю в школе создаем из него что-либо из этого помещения чтобы нас вдохновляло как сами себя представляем маленьким ребенком играемся подбрасываем гладим прижимаем целуем нам это нравится ставим на красивую полочку гладим делаем так два-три раза на квартиру это проявляется в виде посылания элемента любви куда течет любовь там и будет происходить чудеса то есть люди будут приходить приходите что они будут им будет хотеться поиграться потрогать подумать увидеть увидеть что-то особенное не грязь только там и плохое место размещения и так далее добрый вечер скажите будь ласка в чили житло мы на циркунах циркунахарского образе да у львове а друге полтава колоннам может быть повернуться до дому уже через месяц сто процентов будут на месте добрый вечер андрей андреевич выйду ли я замуж за парня его зовут влас и что мне с ним ждет не выйдите стоит наращиванием ресниц стоит андрей андреевич добрый вечер я ученик школы кайлас меня получится заниматься эзотерикой я когда люди у меня спрашивают у меня получится заниматься эзотерикой обычно не понимаю что они от меня хотят говорю вам это серьезно когда человек говорит я у меня получится заниматься эзотерикой, то что вы имеете в виду? Вы что, видели работника или работу такую, где... Вот смотрите, вы видели объявление «Ищу эзотерика»? Или где-нибудь «Видели услуги»? Эзотерик предлагает свои услуги. Вы такое видели где-нибудь? Нет. Дело в том, что эзотерикой заниматься нельзя. Есть другой вариант. Смогу ли я зарабатывать деньги, занимаясь эзотерикой? Тогда нужно поставить тире и сказать, конкретно чем. То есть конкретно, если человек работает или занимается этим, то он должен знать, что в эзотерике, которую я преподаю, есть четыре формы. Первая форма – научиться зарабатывать деньги. То есть я даю мантры, коды, чит-коды, объясняю или даю техники, как зарабатывать деньги. Второе – найти любимого человека или создать семью и сгармонизировать. То есть как почистить помещение, как сделать так, чтобы там счастье было и так далее. То есть это все элементы для себя. Третье – это погадать. Кому-нибудь есть кубики и руны. То есть вы возьмете деньги за то, что вы кому-то погадаете. И четвертое – для кого-то сделаете, допустим, целительство. То есть там восстановите спину, уберете гипертонию, полечите человека на расстоянии, уберете плохую привычку и так далее. Вот это все имеет определенное название. Вот это все разные виды обучения. Получится ли этим заниматься? Да. Но сразу хочу вам сказать, что начинать все же лучше с самого себя. Дело в том, что эзотерика – это не техника. Эзотерика – это особые философские взгляды человека. То есть в случае, если эти философские взгляды есть, то все остальное, оно дополнительно объединяется вокруг этих философских взглядов человека. Но получится. Здрасте, устал от одиночества. Скоро ли я выйду замуж? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно себе сказать. Я готова жить с мужчиной, который будет со мной спать два раза в неделю и заниматься сексом. Многие женщины в этот момент ответят «нет». Вот если вы готовы сказать «да», то выйдите замуж очень быстро. Если вы готовы заниматься с ним ежедневно или через день, то уже послезавтра выйдите замуж. Только надо честно, вот 100%. Если у вас есть такое желание, выйдите. Если этого желания нет, не выйдите. Говорю это серьезно. Обычно так устала от одиночества. Готовы? 100% выйдите. В ближайшее время причем. Супер. Это же супер. Только это должно быть... Всегда об этом помните. Видя другого мужчину, который холостой или который на вас смотрит, всегда знайте, что у вас должны быть мысли. Это мысли жить не для того, чтобы решать вопросы, там, одиночество и так далее, а вот те, о которых я сказал. Буквально это чуть ли не является основным видом магии. Правда. Я понимаю, что там обиды и мужчины там не то, и там, а вот там. Но кто их обучает, этих мужчин? Нет, серьезно. Вот женщина начинает жить с мужчиной, и после этого он не знает там, что с ней делать. Не знает там каких-то самых простых вещей, там, где, как там, что такое ее физиология, как там, что вообще можно делать. Для многих мужчин это тайный лес. Они думают, что там поерзал, потерся и на этом все закончилось. Знаете, не понимают. То есть они вот видели там в кино, знаете, где-то, что такое намеки. Но знания и понимания, ни физиологии, ни анатомии, никто ничего не понимает. То есть иногда это дико и там до безумия. То есть они там вообще условно, когда там, допустим, что-то происходит, то это вызывает шок у многих женщин, потому что они ну точно хотят, но точно не вот этого и точно не такого. Каких-то нюансов таких. И тут такой вопрос, а кто же он должен рассказать-то? Кто? Ведь каждая женщина это особенная женщина. Тогда кто должен своему мужчине рассказать? Вот так и живут. Он так не делает, а она обижается, что он делает. Так надо рассказать. Вот смотри, я лежу, вот так руку положил. Вот, мне нравится, то пусть так вот полежит. Вот так вот поделал, вот так мне нравится, тоже делай так. Вот так надо, понимаете? А так нет контакта получается. Меня все устраивает. Так может быть лучше. Это и называется коммуникация и доверие. Доверять можно этому человеку. Ладно, не туда улетел. У кого же болит, тот о том и говорит. Говорят люди, да? Ольга Боровик. Мой сыночек Дима женится 8 октября. Поздравляю. Хочет поменять свою фамилию на фамилию будущей жены. Благополучно? Благополучно, да. Ой, я поздравляю, Оля. Какое счастье. Спасибо вам. На немки женятся, да? Ищу хорошего любовника. И одни женатые знакомятся. Что мне делать, чтобы не знакомились со мной женатые? Увеличить. Не надо искать любовника. Нелюбовник вам нужен. Вам нужна любовь. Слушайте. Нужно искать не любовника, а того, кто вас полюбит. И того, кто будет вас любить, обожать, думать о вас и так далее. Почему женатые? Почему женатые? Ну, это же ваше право. Брать женатых или брать неженатых. В случае, если любовника, то почему вы рассматриваете именно как любовника? Пусть будет мужчина для вас. А если любовника, то какая разница, женат он или нет? Чуть-чуть не понял. С уважением. Марина, скажите, пожалуйста, будут детки? Да. Будут счастливы в браке? Да. Правда, своей семьи пока нет. Будут. Вы красивая женщина. Все в порядке. Я так понял, у нас начался сейчас новая волна. Это новая волна, которая называется «Люди, которые пришли к эзотерику и безумно хотят, чтобы он отвечал как ясновидящий на вопросы, которые связаны даже не с ними, а с их детьми». И это они собираются делать безвозмездно. Отлично. Давайте я их буду пропускать, эти вопросы. Не считаю это корректно. Как хорошо, что вы есть в этом мире. У меня муж хоккеист. Игра. Травма опасна. Есть ли какая-нибудь защита ему перед играми? Спасибо за ответ. Не переживайте. В его случае он не покалечится. В жизни все будет хорошо. Он давно играет и уже такого вот ничего плохого не будет. Что нужно знать? Дело в том, что обязательно у мужчины, который занимается травмоопасными видами какими-либо, необходимо, чтобы был коллаген в рационе. Обязательно. Вот есть такие препараты с коллагеном. Знаете, коллаген, хондроитин и глюкозамины. Пусть это употребляет постоянно. Тогда уже травмоопасности не будет. Ну и сегодня, как это называется, спонсором нашего, нашей трансляции с эзотерикой «Жить легко» поможет вам Андрей Дуйко. Это я. Моя фамилия Дуйко. Запомните, дорогой. И спонсором нашей компании является мой эзотерический магазин, который называется «Дуйко.Market». Шел я через я, видит я в реке я, Сунул я руку в я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Имени меня в честь меня, фамилия моя и так далее. Почему так все? Неужели это эгоизм такой? Пожалуй, нет. Почему? Слушайте, если легко запомнить Дуйко, почему магазин не назвать Дуйко Market? Тогда вот, а где магазин? Как называется Дуйко магазин? Дуйко Market. О, супер, все запомнило. А как называется магазин бадов? Адуйко точка ком. О, слушай, как удобно. Понимаете? Это не связано с тем, что эгоист или еще кто-то. Скоро выйдут, скоро выйдут моющие вещества, моющие средства. Уже со дня на день сейчас получаем документы. Я буду для Украины и украинских потребителей продавать для посуды моющие, экологические моющие, там целую кучу всего. Уникальная фишка заключается в том, что они будут для волос, там и для унитазов, и для окон, и там огромная линейка. И будет называться РАМ. Скажите, почему РАМ? Потому что у меня три любимых дочери. Роза, Анна, Мария. Вот я решил в честь своих дочерей открыть такую компанию. Меня же что-то должно вдохновлять. Ну вот, Мизония будет еще компания. Это в честь чего? Зония, Соня, солнце мое. Я говорил, давай Эль-Савитур назовем. Будет как? Эль-Савитур, солнце мое. Итак, когда вы выбираете четкие, вы можете их выбрать у меня. Что такое четкие? Четкие – это элементы, на которые человек читает определенные мантры. Но всегда стоит помнить, что четкие могут быть сделаны из разного материала. И для некоторых четок, для некоторых материалов, если человек использует определенные материалы, то подключается к элементам, которые я называю «Помощь неорганического или минерального мира». Какие я хочу вам сегодня показать? Ну, на первое место это ксердолик. Вы не хотите работать на дяде. Вы хотите управлять миром. Вы хотите, чтобы вам подчинялись. Вы хотите, чтобы вас любили. Вы хотите, вот очень много всего в жизни хотите. Хотите, чтобы у вас были достижения королевских, чтобы деньги водились, чтобы вам подчиняли, чтобы силы были энергетические, чтобы любые силы были. Сердолик – это камень власти. И очень большая редкость найти из сердолика четкие. Но они настолько приятные, они настолько приятные, эти сердоликовые четкие. В случае, если вы нацелены на то, чтобы управлять миром, а не подчиняться, то вам необходимо брать четкие управленческой власти, четкие печати, четкие людей, которые всегда управляли этим миром. Этим миром это четкий сердолик. Я когда-то был у Александра Саша Мунтян, директора ВЭКО рынка в городе Харькове. Там на университетской у него был офис. И как раз был у него в кабинете, у него в кабинете стояла такая постамент такой. И он был сделан, подставка была сделана из сердолика, а сверху стояли там другие изображения, сделанные из серебра и золота. Очень красиво, как такое изображение Иерусалима. Я говорю, ого, а где ты такой кусок взял? Он говорит, специально для меня привезли из Киргизстана или из Таджикистана. И вот здесь я искал людей, которые мне это все сделают. Потрясающе. Я могу сказать, что я говорю, ну, мне как эзотерику интересно, повлияло ли это как-то. Он говорит, ну, я на это не обращаю внимание. Я иудей типа и так далее. Я знаю, что повлияло. Почему? Никто бы не заморачивался, если бы не влияло. Все прекрасно знают, что у всех древнеримских кураторов, у всех царей, у всех были гемы или печати, которые они носили в руке из сердолика. Почему? Сердолик считается камнем, который заставляет другого человека исполнять волю человека, который носит сердолик. Дальше шунгит. Хотите притянуть в вашу жизнь что-либо, но я бы использовал вот так. Шунгит – это же камень магнитный. Я считаю, что если человек сделал вам какую-то гадость или сделал плохо, или там денег должен, то человек должен иметь вот такие шунгитовые четки. Читаете, читаете мантру какую-нибудь, там, «Омани подмыхум» или «Омбурбувас вахататься витру вариням» или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно». И представляете там лицо того человека, который вам должен. И после того, когда почитаете вот так на каждую чёточку вслух, отложите их, больше их в течение дня не трогайте, они свою работу будут делать, а человек с той стороны будет обязательно страдать от того, что он не может выплатить вам по счетам. Чётки из жемчуга. Считается, что жемчуг является элементом максимальной силы, максимально увеличенной силы молодости, здоровья и так далее. Считается, что чётки жемчуга могут помочь человеку усилить своё качество целителя, предсказателя будущего, силу влияния с помощью рук и так далее. В действительности, в случае, если женщина использует чётки из жемчуга, становится красивее. Если мужчина более, наверное, сосредоточенный, в везении ему больше будет нравиться. Агат. Агат открывает обычную у человека четвёртую чакру. Если вы считаете, что вас никто не любит, к вам плохо относится, на вас влияют маги тёмные, светлые, ещё какие-то. Отбелить это всё, устранить негативы, устранить психические заболевания помогут чётки из белого агата. Считается чётками колдуна. Обычно, в случае, если колдун использует белые чётки, он убирает шизофрению. В случае, если чёрные чётки, депрессии. Я же использую вот такие чётки в своей жизни. Я специально их положил. Я использую вот такие чётки. Для чтения определённых мантр я использую золотые чётки. Для работы повсеместно с людьми и, собственно, работы с собой я пользуюсь вот такими чётками. Это чётки, сделанные из янтаря, двух цветов. Мутный такой, костяной и прозрачный. Между ними по 8 штук. Также у меня чётки не на 108, а на 122. Почему? Тоже имеет значение. Я об этом рассказываю на ступенях. Все чётки можно приобрести в моём магазине дуйко-макет. Если мантры читаются с понедельника по пятницу, субботу, воскресенье нельзя. Мантры можно всегда использовать. Деревянные чётки. Самые лучшие деревянные чётки – это чётки, сделанные из ореха. Они имеют самую большую силу. Моя дочь, моя дочь пьяница, да? Моя дочь пьяница. Получится её закодировать на следующей неделе? Скорее всего нет. Отправка в Италию возможна. Отправка в Италию возможна, как и по всему миру, кроме Белоруссии и Российской Федерации. Здравствуйте. Ваши советы периодически помогают жизни, а препараты просто обожаю. Работают на 120. Огромная вам благодарность. Почему не могу продать квартиру два года? Ну вот теперь вы знаете, как продать квартиру. Играйтесь, как я сегодня говорил, и продадите быстро. Не буду спрашивать или просить. Хочу сказать спасибо. Пожалуйста. Подскажите, как вылечить простатит? У врача лечился два года. Вроде полечил, а временами беспокоит. В вашем случае, Юрий, вы болеете не простатитом. Не обижайтесь, но вам нужно лечить геморрой. И то, что у вас болит, болит не простатит. Это глубокий узел, который находится в геморроидальной. Именно там у вас и болит. А вы лечите простатит, не простатит. Лечите, лечите геморрой. Геморрой можно вылечить моей мазью. Нодикс называется. Посмазывайте и забудете. Очень часто мужчины лечат простатит. На самом деле, там совсем с этим не связано. Подскажите, пожалуйста, каким видом деятельности мне заниматься? Мне 20 лет. Супер. Валентина, я ваш слушатель, у меня юбилей. Пожелайте мне внукову невестку. Пусть будет у вас, Валечка, и внуки, и невестка, и счастья в жизни, и любимый человек. Пусть будет ура. Там был такой десятый СНГ. И там во время этого десятого СНГ я задал такой вопрос. Зачем работать с двенадцатью, если можно работать с одним? Что я имел в виду? Я эту загадку загадал, я ее загадал пять лет назад или четыре года, когда эта десятая СНГ была мной создана. Ответ заключается как раз в именах Бога. Вот этих имен Бога, я сказал, что первые вот эти двенадцать имен являются элементами, подключающие в жизнь человека определенные качества. Эти определенные качества – это понимание любви, желание делиться любовью, восприятие радости мира, восприятие радости себя, восприятие радости детей, умение вдохновляться, ну и так далее. Вот все вот эти качества, их грубо двенадцать – это основные двенадцать качества нашей души, от которой наша душа становится радостной. Почему я сказал, зачем работать с двенадцатью, если можно с одной, с одним? Что я имел в виду? Я имел в виду жизнь. Не нужно ни над чем работать, если осознавать жизнь и понимать, что жизнь – это самое дорогое творение, которое существует на земле. Когда человек говорит, я очень хочу квартиру, зачем тебе квартира? Ищи радость, потому что в случае, если ты будешь искать радость, то тогда для тебя создадутся условия гораздо лучше, чем квартира. Тогда это будет дом или дворец, я не знаю, что-то, что будет тебя вдохновлять. Люди хотят чего-то мелкого, не понимая, что гораздо правильнее хотеть максимально большого. Максимально большого – это радости большой, это счастье. И стремиться к этому, наполнять себя именно вот этим, искать это, по чуть-чуть наполнять, добавлять. Оно не может быть глобально огромным. Человек говорит, я буду смеяться. Смеяться – это не радоваться, можно смеяться просто так. Оно может быть тихим, радость может быть тихой, она может быть еле заметной, она может скользко проходить. Но ее ощущать нужно. Одни могут ее пропустить. Я когда-то обратил внимание, вот такая семья была, там парень и девушка, и они, мои родственники, приехали, где-то мы вместе отдыхали, приехали в какой-то отель. Я был со своей женой, и он был со своей женой. Он там меня меньше. И вот она и ластится к нему, и там садится с ним, и водички им принесла, и там его там по волосам погладил, или еще что-то. А ему все не нравится. То есть он бурчит, ему не нравится, и так не нравится, и куда пошла, и не то одела, и не так стоит, и не так гнется, и еще не так, и там все не так. У нее очень хорошо получается бизнес. У них очень хорошая семья, там есть дети у них, уже их трое. Но вот у него не получается. Куда он не устроится? На работу везде у него трудности, неуспехи, везде вот какие-то такие бока вылазят. В чем его проблема? Его проблема в том, что он просто должен замечать. Он просто должен замечать. Он должен понимать, что это приятно. Вот я ему тогда даже сказал, Игорь его зовут, я говорю, послушай, ты просто подмечай, что это приятно. Он говорит, а, все ерунда, все это вообще, я вообще ничего в это не верю. Да это не важно, слушай, ты все равно подмечай, потому что если это заметить, то это нравится, а если не замечать, то это бесполезно. Но я никого не прошу для меня ничего делать. Да это тоже не важно. Ты что думаешь, это для тебя делается? Это вообще человек для себя делает, потому что человеку приятно кому-то сделать приятно. Как в аукционе поется, я так счастлив, я так рад, что кто-то счастлив. Вот в этом и компонент, наверное, вот такого счастья. Как у Булата Акуджавы есть песня такая, он там поет песни, в песне поет, вернее в песне такие слова. Давайте говорить друг другу комплименты и, не помню, может не дословно, и своими словами увеличивать в сто раз хорошие моменты. Понимаете? Вот такая особенность. Как там в песне, поделись улыбкой своей, она к тебе не раз вернется. Вот что делать с этими людьми? Почему у многих людей есть этот червь? Вот жизнь, она не такая плохая. Есть где жить, есть где спать, есть с кем спать. Откуда берется вот эта вредность? Бау-бау-бау, не так, фу, как плохо, не так, посмотрите, так сказала. Ну ты же довольный, у тебя кроватка есть, обувь есть, что есть, есть, таблетка есть, что бурчать? Ну хоть чуть-чуть можно поменять что-то и вот хоть чуть-чуть от этого промолчать и хоть от этого хоть немножко получать удовольствие. Это ж может быть потом переключиться и быть потоком бесконечного, потоком бесконечной радости. Так многие люди живут, вот я вот даже обратил внимание сегодня на машине стоял, и человек идет, более молодые женщины, они более радостные идут. Почему? Ну у них душа чище, знаете, они мечтают, а вот взрослые, особенно мужчины, это, конечно, ужас. Это просто, ну я понимаю, в стране война, но и до этого такое было, понимаете, и до этого все плохо, все плохо. Милая моя Леся, я не могу отвечать на такие вопросы. Дело в том, что если я начну отвечать на такие вопросы, жив или не жив, то, а если не жив, я должен сейчас вам это сказать. Рада вас слышать и видеть, как правильно прокачать энергию наполнения любви к себе и той ситуации, в которой оказалось, нет, все, что вы сказали, так не делайте. Если вы так будете делать, то у вас будут неприятности. И тут такой вопрос, а как делать? Милая любовь медведская, для того, чтобы знать, как правильно, вам необходимо пройти мою первую ступень школы Кайлас. Начните заниматься эзотерикой, через философию познания себя. Ведь я вот говорю, вроде и понятно, а потом начинайте сталкиваться, а не получается. А почему не получается? Потому что к каждому слову есть тайное слово. А тайное и называется эзотайно-теорический, не на поверхности. Поэтому вот эта тайна не на поверхности, это не то, что я даю в открытых вебинарах, это то, что я даю в закрытых своих первых ступенях. Они раньше были выложены бесплатно. Но после того, когда у нас началась война, в которой выиграет Украина, даже не сомневайтесь. И когда она началась, я сказал, очень много людей написали гадости, я сказал, теперь она будет недоступна до момента полного окончания войны. Также я хочу сказать, не буду ничего говорить. Хочу открыть массажный кабинет, получится? Получится, да. Хочу сделать операцию на глаза, получится, да. Ставим лайки. Правильно, правильно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не просто пользуйтесь. Андрей, вы так помолодели. Почему Андрей? До этого был Андрей Дич. Уважение немножко. Почему помолодел? Жена хорошая. Такая хорошая. Дети растут такие хорошие. Так много всего приятного в жизни, знаете. Не знаю, вот эта ситуация вся с войной, с обстрелами, с нашей вот этой беготнёй по всей Украине. Она, конечно, в очередной раз заставила мне напомнить, что я очень отдаляюсь от своей семьи. А вот сейчас, знаете, когда постоянно нахожусь рядом с близкими, начал их как-то трогательно особенно любить, подмечать. И меня это вдохновляет. Девочки растут. В школу пошла сейчас Аня. Вчера зуб выпал, знаете. Сегодня целый день с дочкой Розой был. Там занимаюсь любимой работой. Там сейчас занимаюсь как раз вот всё, что связано там со своим заводом, этим стройками. И это так приятно всё. Это приятно. Приятно, что можно там книжку почитать. Приятно, что можно с близкими посидеть. Приятно близкого человека за руку подержать. Приятно лечь, приятно спать, приятно встать и понимать, что ты живой. Хоть один день, но можно провести прекрасно. Ну вот в этом, наверное, и есть счастье. В ситуации финансы отречения от отношений. Не понял. Хочется, но нет энергии. Вроде как время стабилизации, но при этом раздражение в коллективе. Вот всё, что вы написали, ни одного слова не понял. Простите. Скажите, пожалуйста, можно ли кидать фонтан монеты? Можно. Хочу открыть магазин платков. Получится? Да. Подскажите, скоро ли закончится моё одиночество? В течение двух лет не закончится. На данный момент не работаю. Чем мне заниматься? Не отвечаю советы. Такие не даю. Получится открыть интернет-магазин? Да. Получится. Всем желаю мира и добра. Правильно. Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне работать психологом? Да. Как перестать ревновать свою женщину? Почему мужчина ревнует женщину? Она им не восхищается. Поэтому он ревнует. А он бы хотел, чтобы восхищалась. Научите её. Сядьте и скажите, ты не хочешь, чтобы я тебя ревновал? И она скажет, нет, конечно, ты что, издевайся. Скажите, говори мне каждый день восхищение какое-либо. Говори, о, у тебя ты такой классный. Так мне это всё нравится. Пусть найдёт 10 элементов восхищения, каждый день вами восхищается. Начнёт вами восхищаться, и вы перестанете её ревновать. Обычно мужчина ревнует в случае, если женщина не восхищается. Занимаясь вечным производством продаж, мало инвестировала, в криптовалюту не особо. Не будет, не инвестируете, не заработаете. Обучалась на фитнес-тренера в каком направлении. Вот в направлении фитнес-тренера получится. Как-то не смогли написать уже очень молодой для отчества. А вот зря. Знаете, 50 лет мужчине, и он молодой. Странно, половина жизни пройдена. Знаете, я считаю, что как человек, который дошёл до рубежа 50-ти лет, во всяком случае уже, наверное, заслуживаю того, чтобы меня называли Андреем Андреевичем. Дякую за вашу допомогу предприемству. Запынулась и земной трудовью видносы. На часть войскового стану. Зможу вернуться на работу? Да. Встречу я в этом году половинку? Да. В этом году нет на следующий год. В первой половине до марта. Ну, может быть, чуть-чуть позже. Вообще, хорошая жизнь будет. Не переживайте. Скажите, понедельник будет на работе собрание? Очень переживаю. Не будет собрания. Дочь быстро устает. От чего это? Печень больная. Надо печень лечить ей. В браке с мужем 31 год. Подскажите, как наладить отношения с мужем? Восхищайтесь им. Говорите, ты такой молодец. Какой ты молодец? Что бы не говорил? Как бы не бурчал. Растение растет медленно. Обычно, знаете, есть сказка такая о диком лебеде, над которым издевались утки. Серая шейка. А потом он вырос с прекрасного лебедя и улетел. Так вот, вот эта серая шейка, это муж обычно. Вот он живет, и он как серая шейка. Не нравится, не хороший, вредный, бурчит. Но он-то живет с вами, для вас делает. Но женщина может сделать из него лебедя, если она начнет им восхищаться. И вот в этом молодец, какой же ты, ну и так приятно, ты мое солнце и так далее. Не забывайте, одна из эрогенных зон, и мужчины, и женщины, это ваши отношения в виде слов. Особенно в этом нуждаются женщины. Обычно мужчины занимают позицию, ну и женщины занимают позицию, в которой они позволяют себе критику. То есть, и это не так, и это не так. Там пахнет, там воняет, там страшный, там не тот. Вот лучше бы не делал, и там бла-бла-бла-бла. Оскорбления начинают с толстой, худой-худая, там толстая, и вот так, а вот с теми было лучше и так далее. Вот это все возьмите и уберите. И вместо этого говорите, как ты мне нравишься, какая ты хорошая, надо же, я восхищаюсь тобой. Если бы не ты, я тебе благодарна, ты мой солнцезайчик-рыбка. Да ах, как же там хорошо, вот, а еще бы. Вот так. Это называется мудрость. Мудрость. Получится купить авто, да? У меня давно умер муж, и говорят, что через привязки к нему не могу встретить. Встретите, все хорошо будет. Идите в спортзал. Полгода в спортзале и встретите мужчину своего. У вас прямо идет это. Все что угодно делаете. Гири поднимаете или там скачите. Все равно. А если женщина ревнует мужчину, ему тоже ею восхищаться? Да. Тоже восхищаться. Особенно в постели. Это было прекрасно. Вообще, женщине нужно говорить на протяжении дня три раза в день слова. Три, пять. Но это нужно делать. Говорить, я тебя люблю. Ты самое дорогое, что у меня есть. Ты потрясающая женщина. Ты мое солнце. Эти слова, их необходимо говорить стабильно. Особенно с утра. Ну и какой-нибудь ритуал можно проводить. Допустим, там чашка кофе в постель. Конфетка Рафаэлка. Вот такие мелкие подарки, они важны. Иногда поддержка в виде смс-сообщения. Это тоже любят женщины. Они же более тонкие и более ранимые. И вот женщинам нужно на них обращать внимание. Но мужчины, они более физические такие. Они думают, что внимание это интим. И деньги, которые они там зарабатывают. Ну и там три слова. Не мешай или дай пиво. На самом деле, женщина нуждается вот в таких всплесках. Для нее это очень важный момент. То есть, всплески чувственные. То есть, вот он обо мне вспомнил в обед. Отправил сердечко. Да, это не сложно сделать. Но если мужчин научить, то это так мило и так прекрасно. Знаете, женщины потом это видят. Мужчине ничего не сложно это сделать. А женщина видит и потом только об этом и думает. Ну надо же, он меня любит. Это же знаете, как возбудить одну точку, которая потом расчухивается, когда комар укусил. Точно так же и женщине. Там утром идете на работу. Вы мужчина. Отправьте своей женщине. Ты такая прекрасная. Ты потрясающая. Я только о тебе думаю. Конец. Она до вечера так нагреется. Она будет все время думать. О, вот это он так меня любит. Надо же так заботиться. И такой он хороший. Надо же так правильно. А я вот так к нему отношусь. Только это, знаете. Только это. А как начинается? Ты не такая, у тебя не так. И лучше бы не так. Ну конечно, если чморить человека годами, то потом какие чувства могут быть? У меня там постель не получится. Какая постель после этого вообще? Ученица ступени. Могу ли гаданием на картах? Да, он будет получаться. Ростники занимаются черной магией. Как защититься от них? Если человек утром просыпается и живет через призму своего духовного имени, то тогда влиять на него, не зная его духовного имени, невозможно. Защититься от черной магии можно, если человек получит духовное имя. Как он может получить? Для этого ему необходимо пройти первую обновленную ступень эзотерической школы Кайлас. Ставить ритуальную защиту и иметь духовное имя. Никакая магия, никакое колдовство в этот момент на него воздействовать больше не будет. Но это не все. Еще и по жопе дадут тем, кто занимается магией и колдовством. Врань сказал, что нужно делать операцию по замене коленного сустава. Можно ли избежать операции и что пропить из ваших препаратов? В вашем случае, скорее всего, уже поздно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите немного о воспитании детей. Мальчики иногда задают вопросы, которые трудно объяснить. Говорите правду. Говорю это, даже если она шокирует. Говорите правду. Если мальчик спросил, говорите правду, не обманывайте. Говорите, как есть. Правда. Говорите, как женщина. Не стоит бояться никаких вопросов. Я когда-то объяснил это ребенку, он маленький был. Вот это было, наверное, ему там 6-7 лет. Даже раньше. И объяснил, вот как есть. И говорю, ну вот это такая вот есть особенность. Ну у нас все. После этого ни разу он не задавал вопросы. Ему стало понятно. Чем больше юлить, чем больше это придумывать, тем хуже будет. Если мне не нравится и я не могу говорить на эту тему, я обычно говорю, давай дождемся более позднего возраста твоего взросления. Извините. Я с телефона записываю, а там просто позвонил кто-то. Ну что, хороший получился вебинар. Хороший получился вебинар. Как можно помочь эзотерически ребенку, если его обижают и бьют? Обучайте ребенку смелости. И говорите, будь смелым, никого не бойся, не прядься, говори правду. Бьют в случае, если ребенок обманывает. Долгое время не могу. Если бьют постоянно, переведите в другую школу. Не издевайтесь над ребенком. Много вещей пропало при переезде и их украли или надо лучше искать? Украли. Ну что, я хочу вас сегодня пригласить на свой вебинар, который называется Садхана, часть 2, посвященная магии, заклинаний. Завтра я проведу садхану. Это садхан или садхак, человек, который читает мантру. А садхана это группа людей, которые читают мантру вместе со своим садхаком. Завтра мы все вместе соберемся в 2 часа дня и можем вместе со мной почитать мантры. Их будет 11. Также я проведу 11 обрядов. Это будут обряды, я сейчас скажу, как они называются. Это будут обряды на долгую жизнь, на благо и процветание. Дальше на стечение к вам богатства, для увеличения физических сил. Дальше удачу в торговле. Дальше фортуне, мудрости и еще победу над врагами от судов и так далее. И чтобы убрать страх. О! Если захотите, еще могу на зачатие обряд провести. Вот таким образом будут 10 мантр все вместе будем читать. Заклинаний. И после этого еще и 10 обрядов. Эти обряды я проведу онлайн. Приходите, участвуйте. В действительности, чем интересны такие обряды, они связаны с тем, что человек подключается к общей системе успешных людей, как маятник. Маятник. То есть один маятник качается куда он хочет, а если рядом с ним поставить маятники и начать тикать синхронно, то тогда все маятники настраиваются и появляется такая жизнь, как у человека, который ведет садхака. То есть моя жизнь прекрасна, я люблю свою женщину, я ничем не болею, финансы и бизнес у меня получаются, поэтому вместе со мной почитать это значит чуть-чуть хотя бы настроиться на мою жизнь и на то, как я ощущаю этот мир. Это дает свои плоды в хорошем смысле этого слова. То есть в дальнейшем начинает вести, отношения улучшаются. Если я с семьей, у вас семьи нет, то семья получается. Если там кто-то не слушается, то начинают слушаться. Если не хватает финансов, то они приходят. Одним словом магия в чистом виде. Приходите, буду вас очень рад видеть. Для того, чтобы перейти, необходимо перейти на мой сайт duiko.guru и написать участие садхана. Там написано садхана. Трендович, почитайте, пожалуйста, какую-то вашу книгу, если есть. Вот, 303 совета для счастливой жизни. Человек может проявить свою грубость только в случае, если сам считает себя очень успешным во всех отношениях человеком примером. А примером стать человек не может, если он не воспитан. А воспитанный человек проявлять свою грубость не захочет. Поэтому проявление грубости целиком связано с уровнем воспитанности человека и уровнем его благородства. Поэтому благородные интеллектуальные люди, которые на первое место ставят возможность уважать мнение другого человека, даже если оно неправильно, не позволяют себе ругаться с кем-либо или оскорблять кого-либо. Чем я, собственно, в своей жизни и занимаюсь. Я желаю вам всем счастья, здоровья, любви, прекрасных выходных. Еще раз приходите завтра на мои сангая, садхану и все вместе сможем почитать коды, мантры, заклинания, дуйко. Еще раз прекрасного всем вечера. До свидания, друзья. Если у вас остались вопросы и вы хотите их задать, то напишите данные вопросы под данным видео. Я постараюсь, может быть, не на все, но какую-то часть для вас ответить. Ну, там выйду замуж, не выйду, хоть плюсики поставлю, знаете, когда будет время. Еще раз до свидания. Будьте здоровы. Продолжение следует...